За девятнадцать лет до того, как Нора Сита решила умереть, она сидела в теплой маленькой библиотеке в школе Хейзелдин в городе Бетфорд. Она устроилась за низеньким столиком вперед взгляд в шахматную доску. «Нора, милая, беспокоиться о своем будущем вполне естественно», сказала библиотекарша миссис Элм, и ее глаза блеснули. Миссис Элм сделала первый ход. Конь перепрыгнул через ровный ряд белых пешек. «Разумеется, ты будешь волноваться из-за экзаменов, но ты можешь стать кем захочешь, Нора. Подумай обо всех возможностях. Это же так вдохновляет». «Да, наверное. Вся жизнь раскинулась перед тобой». «Вся жизнь. Ты можешь что угодно сделать и где угодно жить. Там, где не так холодно и влажно». Нора подвинула пешку на две клетки. Было трудно не сравнивать миссис Элм со своей мамой, которая обращалась с Норой так, будто она ошибка, требующая исправления. Например, когда Нора была маленькой, ее мать так беспокоилась, что левое ухо дочки торчит чуть больше правого, что поправляла ситуацию клейкой лентой, а потом скрывала результат под шерстяной шапкой. «Ненавижу холод и сырость», – добавила миссис Элм со значением. У миссис Элм были короткие седые волосы, доброе и слегка морщинистое овальное лицо, которому добавлял бледности ворот желтоватой-зеленой водолазки. Она была довольно пожилой, но также она была единственным человеком в школе, с кем Нора оказалась на одной волне. И девочка предпочитала проводить всю большую перемену в маленькой библиотеке не только в дождливые дни. «Холод и влажность не всегда сочетаются», – сообщила ей Нора. «Антарктида – самый сухой континент на Земле. По сути, это пустыня». «Для тебя, похоже, в самый раз. Для меня это недостаточно далеко. Может, тебе стоит стать космонавтом, браздить галактику?» Нора улыбнулась. «На других планетах дождь еще хуже. Хуже, чем в Бетфордшире. На Венере с неба льет кислота». Миссис Элм выдернула из рукава бумажную салфетку и аккуратно высморкалась. «Видишь, с твоими мозгами можно быть кем угодно». Светловолосый мальчик на пару лет младше Норы пробежал мимо забрызганного дождем окна. Видимо, гнался за кем-то, а может, за ним гнались. С тех пор, как ее брат уехал, она чувствовала себя весьма беззащитной. Библиотека стала ее маленьким культурным приютом. Папа считает, что я все забросила. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!